Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать 3D объект, выходящий из фотографии. Вот на примере фотографии этой девушки, сидящей на камне. Для начала надо сделать две копии. Для этого нажимаем Ctrl J два раза. Затем здесь внизу Нажимаем Создать новый слой. Этот слой 2 перетащите ниже, чем слой 1 копия. Вот сюда вниз. Нажимаем на основной фон слой и заливаем его черным цветом. В панели инструментов вот здесь внизу. Смотрим, чтобы квадратик был черный. Белый внизу, черный вверху. И нажимаем Alt Delete. Основной фон стал черным. Нажимаем на слой 2 и переименуем его. Напишем, например, пусть он будет называться Кадр. Два раза кликнем и пишем Кадр. В верхнем слое нажимаем на глазок, чтобы скрыть его. Вот где слой 1 копия. Далее переходим в панель инструментов и выбираем прямоугольную область. Инструмент прямоугольная область. Подводим курсор внизу фотографии к самому краю. Нажимаем и держим. И введем так, чтобы это было выделение где-то по плечо девушки. Чуть ниже, чем голова. Переходим в редактирование. Выполнить обводку. И вот в открывшемся окне ставим ширину этой рамочки, которая у нас будет, скажем, 12 пикселей. Можно поставить и больше. Расположение ставим внутри. Режим нормальный, непрозрачный 100%. Цвет должен быть белый. Если у вас стоит другой, но как здесь черный. Вы нажимаете на это окошко и выбираете белый цвет. То есть подводите курсор к самому яркому окну. Вот тут где желтый. Потом подводите где белый и нажимаете ОК. И в этом окошке где выполнить обводку тоже нажимаете ОК. Как мы видим, появилась такая белая рамочка. Для того, чтобы снять выделение нажимаем Ctrl D. Переходим в верхнюю панельку редактирования. Трансформирование. И в открывшемся окошке нажимаем Перспектива. Появилась такая рамочка вдоль белой рамки. Берем за уголок нажимаем левую кнопку мыши держим и тянем ее вот так чуть ниже. как бы уходящую вдаль. ОК. Нажимаем или галочку сверху и нет. Если вам показалось, что немного высоковато эта рамочка, вы можете опять же нажать Ctrl T. Видите, появилась такая рамка. Берем за верхнюю часть этой рамки. Просто ее опускаем чуть ниже. Вот так скажем. Опять же нажимаем Enter или галочку тут вверху. Удерживая клавишу Ctrl нажимаем по этому слою кадр. Как видим, рамочка выделилась. Далее нажимаем Ctrl Shift I Вот выделилась вся фотография и сама рамка. Теперь на клавиатуре нажимаем Cue, чтобы превратить рамку в быструю маску. В панели инструментов выбираем заливка и кликаем по фону, который за этой рамкой. Кликаем на клавиатуре еще раз Cue, чтобы опять перевести это выделение. В слоях переходим на слой 1. Кликаем по нему. И внизу нажимаем на иконку векторной маски. На верхнем слое включаем глазок и кликаем по слою, чтобы сделать его активным. Переходим в панель инструментов. Выбираем быстрое выделение. Хотя есть много способов, о которых я ранее рассказывал. но я сейчас воспользуюсь быстрым выделением. И начинаем, нажав левую клавишу мыши, начинаем выделять девушку. По крайней мере, до того момента, до половины. теперь нам надо уточнить край. Для этого переходим, хотя вот тут уже написано уточнить край, можно на нее нажать. Или просто переходим от верхней панели, есть выделение. Здесь есть в окошке уточнить край. Нажимаем. В режиме просмотра у нас есть разные виды. Можно на красном, на черном, на белом, кому как удобно. Допустим, пусть будет черный. В разделе обнаружения краев нажимаем умный радиус, кликаем на кисточку, и вот где написано радиус, начинаем этот маркер тянуть вправо, как бы сглаживая это выделение. Обратите внимание на фото. Сгладить, растушевывать, дать контрастность. Когда результат вас устраивает, нажимаете ОК. ОК. Потом нажмем внизу на иконку векторной маски. И смотрим, что наша девушка отделилась от фотографии. Стала выходящей за нее. Но сзади фон какой-то, слишком черт. Давайте его сделаем немного светлее. Для этого в слоях нажимаем на основной фон, чтобы он стал активным. В панели инструментов выбираем инструмент Градиент. Смотрим, чтобы вверху тут было нажато линейный градиент. А в палитре градиентов стоял черно-белый градиент. Вот в данном случае сейчас стоит белый. Поэтому нажимаем сюда. И выбираем здесь черно-белый. Отводим, кликаем ОК. Теперь переходим на саму фотографию. к самому верхнему краю. Нажимаем левую клавишу мыши держим. И ведем ее вниз. Отпускаем. Вот и все. Пожалуйста. Осталось только объединить все слои. Для этого переходим в слои. Нажимаем правую клавишу мыши. Объединить видимые. Объединяем. И сохраняем как обычно файл. Сохранить как. И сохраняем уже там, где мы хотим тип файлов. Выбираем JPEG. Пишем название и имя файла. И сохраняем. Качество 12. Вот такая красивая фотография у нас получилась. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь урок был полезен. Делайте свои красивые фотографии. Всего вам хорошего. До новых встреч.